Сбил на смерти, скрылся с места преступления. В страшной аварии в Бийске погибла молодая девушка. Алтайские врачи провели сложную операцию на мочеточнике 4-летнего ребенка. Как чувствует себя пациент? Акулы-пера становятся флористами и дизайнерами. Какие еще специальности выбирают участники на конкурсе «Журналист меняет профессию». Вместо преступления он скрылся и нашли его только сегодня утром. Кстати, дело другого виновника резонансной уже Барнаульской аварии Александра Руденко направлено в суд. Напомним, по его вине погибли три человека, в том числе двое маленьких детей. Двое мужчин долгое время находились на лечении в стационаре. Расследование в отношении 33-летнего Александра Руденко завершено. Материалы дела переданы в суд. Согласно статье, по которой обвиняется водитель БМВ, ему может грозить от 4 до 9 лет лишения свободы. А мы продолжаем выпуск. Неделю назад алтайские хирурги провели редкую и сложную операцию. Пересадили мочеточник 4-летнему ребенку эндоскопическим методом через проколы. При такой операции пациент восстанавливается в два раза быстрее, нежели при полосной. Однако поставить на поток такую помощь не получается. Почему? Расскажет Валентина Аскерова. Как себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо? Посмотрим? Два с половиной часа на операционном столе, сутки в реанимации. От серьезного недуга осталось лишь три маленьких рубца. С диагнозом пузырно-мочеточниковый рефлюкс 4-летняя Мирослава боролась с полутора лет. Поча из мочевого пузыря попадала прямо в почку, что приводила к воспалению. Пять раз в год приходилось лежать в больницах, но лечение не помогало. Девочка могла лишиться почки. Без операции обойтись не удалось. Ее сделали в конце февраля, через проколы. На вторые сутки девочка встала на ноги, на третий побежала, а сегодня уже показывает характер. Когда повезли на операцию, была истерика. Единственный ребенок. Даже не единственный был, все равно бы все, конечно, переживали. Она молодец, после революционного периода, хорошо бы ее несла, не плакала, не жаловалась. Мирославу оперировала команда хирургов Краевого центра охраны детства и материнства. Подобные хирургические вмешательства в крае начали проводить недавно. С 2015 года прооперировали только четверых детей. Дорогое высокотехнологическое оборудование есть, но нет специалистов. В крае всего два врача, которые владеют такой техникой. Выполняются они нечасто. Несколько всего регионов владеют такой операцией. Ну, Москва, естественно. Если я не ошибаюсь, делают в Кемерово, в Томске. И, пожалуй, больше даже не подскажу. Можно на поток поставить данную операцию? Можно, но надо, чтобы каждый осваивал эндоскопическую операцию. Сегодня малышка Мирослава чувствует себя отлично, говорит ее лечащий врач Константин Тен. Девочку готовят к выписке. К 8 марта уже точно будет дома. Физические нагрузки пока под запретом. Но у малышки совсем другая мечта. Стать певицей ее она точно осуществит. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. У этих людей мечта осуществиться не должна. При условии, что потребители проявят бдительность и не поведутся на уловки мошенников, которые под видом сотрудников МЧС предлагают за определенную сумму предоставить документы, подтверждающие исправность противопожарной системы, не проверяя ее. Как правило, жертвами таких злоумышленников становятся местные предприниматели. Но нередко сомнительные сообщения поступали и обычным гражданам. Мошенники в обмен на деньги предлагали не только избежать проверок электропроводки или отопления, но и по завышенным ценам приобрести, а также установить в помещении дымовые пожарные извещатели. Сотрудники Государственного пожарного надзора не занимаются установкой пожарной сигнализации, проверкой оборудования всевозможного, чисткой дымоходов, ремонтом печей, не оказывают никаких платных услуг. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Если и вам поступили подобные звонки, сообщайте по телефону доверия Краевого управления МЧС, который сейчас вы видите на своем экране 658219. К другим темам почти полторы тысячи новых рабочих мест появятся в Алтайском крае в течение ближайших лет. Одно из старейших предприятий региона, Барнаульский меланжевый комбинат, в этом году начинает модернизировать и расширять производственные мощности. Накануне с масштабными планами БМК знакомился депутат Государственной думы Александр Прокопьев. Подробнее о предприятии и людях, которые на нем работают, узнавал Илья Кочетков. Нина Лапердина – оператор чесальных машин. Живет в селе Озерки Тольменского района. Меньше двух лет назад у нее был небольшой бизнес, но волею судеб пришлось выбрать новый путь. И она пришла на меланжевый комбинат. Говорит, ничуть не пожалела. Жители районов края составляют больше 40% работников БМК. У них нет большого опыта, но это руководство предприятия не смущает. Здесь предпочитают выращивать кадры самостоятельно. Главное, чтобы у них было желание трудиться. Обучаем их. На время обучения платим стипендию в районе 15 тысяч. Обучение у нас от полутора месяцев в зависимости от специальности до восьми месяцев обучения. На всем этом промежутке оплачивается стипендия, оплачивается проезд на предприятие. Как и всем сотрудникам предприятия оплачивается питание. На предприятии отмечают, на БМК с каждым годом приходит все больше молодых и энергичных. Это очень кстати. Уже в этом году здесь начинается глобальная модернизация, которая должна омолодить комбинат и внешне, и внутренне. Познакомиться с перспективными планами руководство предприятия пригласило депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Во время экскурсии он убедился, значительная часть производственных линий служит верой и правдой, но устарела. А это какого года оборудование? А вот это год 50-60-х годов. Его уже нет в производстве. Уже в течение ближайших двух лет комбинат начнет превращаться в ультрасовременный производственный комплекс, подобный тому, что уже построен в городе шахты Ростовской области. И это лишь первый этап. Полное обновление рассчитано на 7,5 лет. Причем оно пройдет поэтапно и без ущерба для производства. Когда одни цеха будут возводить буквально с нуля, в соседних зданиях производство будет продолжаться. Новые линии станут безопаснее и эффективнее. Более того, расширится ассортимент тканей, вырастет конкурентоспособность продукции. Это достаточно масштабное производство сейчас. Но те планы, которые есть у компании на будущее, они действительно колоссальные. И важно, что компания начинает создавать высокотехнологичные рабочие места. Это очень важно и является подспорьем для тех людей, которые живут сегодня на селе, где зачастую не хватает рабочих мест. Когда БМК полностью преобразится, производительность комбината должна вырасти на 800%. А число работников увеличится с одной до почти двух с половиной тысяч человек. Современное автоматизированное оборудование потребует и более квалифицированных кадров. Но и Нина Лапердина, и другие работники признаются, готовы снова учиться. Они понимают, когда все условия для развития созданы, будущее зависит только от тебя. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости. Готовы учиться и повышать свое мастерство не только работники БМК, но и журналисты Барнаула. Правда, некоторые из них решили поменять профессию в рамках одноименного конкурса. Пятого по счету. Постигать азы рабочих специальностей будут и наши корреспонденты. Авраам Линкольн, 16-й президент США, в молодости валил лес. Владимир Путин в представлении не нуждается, плотник четвертого разряда. Иисус Христос тоже плотник. В этот ряд скоро встанут и корреспонденты Барнаула. Будущие вальщики леса в рамках конкурса журналист меняет профессию. Вальщик, когда он убирает три дерева из десяти на площади, создает благоприятные условия для формирования молодого поколения. И лес начинает омолаживаться. Какое дерево рубить и как, желающие узнают за два месяца теории и практики. Исконно мужскую профессию освоят и женщины. Уже традиция, что в конкурсе рабочих специальностей большинство участников – дамы. Чинят машины, кладут плитку и даже варят. Не борщи, а металл. Организаторы конкурса говорят, на производствах условий для прекрасной половины нет. Но женщины приспосабливаются и благотворно влияют на коллег. Оля Ведерникова проходила практику на суровом мужском предприятии, где даже женской раздевалки нет. То есть ей приходилось раздеваться в мужской раздевалке, надевать красивую маску, потому что ей как девушке дали красивую, красненькую. И очень сложно было понять мужчин, потому что они при ней стеснялись выражаться. А не выражаясь, им очень сложно какие-то технические подробности объяснить. В юбилейный пятый раз на конкурсе также обучат мастерству сварщика, автомеханика, гипсокартонщика, веб-разработчика, электрика и кинолога. А корреспондент наших новостей Валентина Аскерова поборется за звание лучшего флориста. Я обожаю хризантемы. Просто так же роза, любые цветы. Просто приносит наслаждение. Смотришь на них, у тебя вмиг повышается настроение, улучшается. Ты просто счастлив от этой красоты. Обучение журналистов начнется с этой недели. Впечатлениями участники обязательно поделятся в своих материалах и покажут всю специфику рабочих специальностей, которые сейчас, кстати, вновь востребованы. Анастасия Драган, Александр Антропов. Наши новости. Кто из журналистов станет лучшим по профессии, станет известным в конце апреля. А сегодня стартует голосование, только уже в другом конкурсе. Его проводил торговый двор «Аникс» совместно с нашей телекомпанией. На протяжении недели в преддверии Международного женского дня мы принимали от вас фото и видео поздравления мам, бабушек, сестер, подруг на странице нашей официальной группы ВКонтакте и в Инстаграм. Запускаем голосование. Всего поступило 14 заявок. Авторы лучших трех работ в подарок получат продуктовые корзины от торгового двора «Аникс» и специальный денежный приз. Итоги конкурса подведем 7 марта. А уже в эту субботу, это будет 9 марта, в селе Новый Терышкино вновь соберутся любители блинов и народных забав. Там состоится празднование Сибирской Масленицы. Какие сюрпризы готовят организаторы, расскажем в сюжете. Швейный мастерской Барнаульского модельного агентства создают настоящие шедевры. Новую коллекцию нарядов здесь назвали «Русский стиль». Собственно, также назвали и конкурс, который впервые проведут на Сибирской Масленице. Тот, кто придет на праздник не просто в платке или кокошнике, а в полноценном законченном образе, получит подарок, один из которых – профессиональная фотосессия. Это будет номинация в стиле хендмей. Вторая номинация – это самый роскошный костюм с богатой отделкой. И еще одна номинация – это за самый оригинальный костюм, представленный в рамках этого проекта на Масленице. Сколько гостей ожидается на празднике в Новотырышкино и сколько денег этой весной будет потрачено на проведение Масленицы, организаторы ответить пока не могут. Говорят, сейчас очень много спонсоров, которые существенно покрывают часть расходов. А Сибирская Масленица, ставшая международным фестивалем, собирает на своей площадке все больше заграничных гостей. А шашлыков продают люди за год, столько они продают, сколько за один день. Вот это экономика. Деньги, конечно, не нам в карманы будут, но они остаются у нас, в районе, в крае. Самолеты, люди летят на самолетах специально на Масленице. Будет более 30 детских игровых площадок, взятие снежного городка и, конечно же, высокий столб, который покорится только сильнейшему. Среди призов стиральная машина, айфон и живой петух. Все участники праздника смогут установить рекорд, организовав самый большой за всю историю Сибирской Масленицы – хоровод. Хоровод-хороводище, как мы его называем. Мы хотим собрать самый большой хоровод, но не просто самый большой, как таковой, а хоровод круг в круге. И мы для себя еще поставили задачу, что этот хоровод может быть танцующим. Этого никто никогда не делал. То есть это очень сложные задачи, мы их решаем, мы каждый день собираемся на совещание. То есть хороводы – это не просто взялись за руки. Особенно в случае, когда мы планируем туда завести достаточно большое количество людей в этот хоровод. 9 марта Сибирская Масленица на Алтае откроет новый туристический сезон. Начнется праздник в 11 утра и продлится до 6 вечера. Подробный план мероприятий есть в интернете. Елена Кузовкина, Николай Шилко. Наши новости. Кстати, сегодня первый день Масленичной недели. Завершится она прощенным воскресеньем. Будут массовые гуляния и традиционное сжигание чучела. Ну а по нашей традиции в конце выпуска прогноз погоды. Спонсор прогноза по ОКБ Восточный. Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успеете оформить кредит в Банке Восточной по ставке 9,9% до конца марта. В Крае переменная облачность. Возможен небольшой снег. В Камни-Наби и Рубцовске минус 5, в Изминогорске минус 2. В Олейске на градус холоднее. В Заринске около 0, в Барнауле небольшой снег. Ночью до минус 7, днем минус 2. А у меня на этом все новости. Если у вас есть интересные темы для наших сюжетов, звоните по телефону в Барнауле 722-440. До встречи!